Заказал одно, получил другое. В Нарьенмаре очередной случай мошенничества. На этот раз на удочку виртуальных аферистов попался студент местного учебного заведения. Молодой человек приобрел в интернете спортивную обувь. Впрочем, каково же было его удивление, когда он вскрыл долгожданную посылку. Вместо новеньких кроссовок злоумышленники отправили ему бутылки с водой. Это при том, что деньги потерпевший перевел заранее. Обо всем подробнее расскажет Олег Хатанзейский. О новеньких кроссовках молодой человек мечтал уже давно. Покупки обуви подошел основательно. В Нарьенмаре приобретать не стал, ведь в интернете выбор куда больше. Да и стоимость значительно ниже. В итоге решил воспользоваться популярной социальной сетью. Буквально сразу же наткнулся на заманчивое объявление. Удобная форма, известный бренд, недорогая цена. Но как тут отказаться от такого предложения? Списался с продавцами, те подтвердили наличие товара. Недолго думая, студент решил, что будет брать. На указанный банковский счет перевел нужную сумму – 3700 рублей. Ну и ждал этой посылки. Она пришла на почту. Пришел, получил и получил. Усомнился из-за того, что коробка оказалась слишком тяжелой. Я не думал, что кроссовки так много могут весить. В итоге распечатываю там на месте и вместо кроссовок там лежали две бутылки с водой. Больше продавцы на связь со мной не выходили. И тогда я уже понял, что, к сожалению, стал жертвой мошенников. Обратился в полицию. Ни денег, ни кроссовок. 19-летний студент признался на удочку мошенников. Он попался впервые. Говорит, даже и подумать не мог, что обыкновенная покупка в интернете обернется походом в полицию. Вернуть свои деньги молодой человек уже не надеется. Такие аферисты, которые работают на просторах всемирной паутины, как правило, мгновенно удаляют группу и создают новую под другим названием. Что касается пустых посылок, то сегодня этим уже никого не удивишь. Проблема давно стала рядовой. В интернете сотни, а то и тысячи видеороликов. Вот, например, мужчина распаковывает коробку, полученную из Китая. По документам в ней находится мобильный телефон. По факту же... Остался один чехол. Телефона нет. При этом товар пострадавший заказал, казалось бы, на проверенном сайте в полиции. Тем временем говорят, одна из главных ошибок, которую совершают граждане при покупке чего-либо в интернете – это оформление посылки с объявленной ценностью наложенным платежом. Адресат в таком случае имеет право вскрыть коробку только после полной оплаты. По-другому обстоят дела, если вы получаете посылку с описью вложения. При вручении адресату такая посылка подлежит вскрытию в объекте почтовой связи, в его присутствии. За исключением случаев, когда получатель сам отказывается от вскрытия, при этом делается соответствующая отметка. Если при проверке вложения оно оказывается в целости и соответствует описью, то почтовое отправление выдается адресату в установленном порядке. Но если при вскрытии посылки обнаруживается недостача, ее замена, полное или частичное повреждение, либо порча вложения, то почтовым работникам составляется акт, который подписывается руководителем объекта почтовой связи, и почтовым работникам, а также адресатам. В связи с вышеизложенным, стражи порядка призывают вас не заказывать товары на неизвестных сайтах или у незнакомых людей, позвонивших вам на телефон. Мошенники теперь повсюду. Статистика неутешительна. Аферисты постоянно придумывают все новые способы обмана. Самый легкий через интернет предлагает качественный товар по супернизкой цене. Мало кто может удержаться от такого заманчивого предложения, особенно люди пожилого возраста. Молодой человек, по сути, еще легко оделся. 3 700 не такая уж и большая сумма. А вот антирекорд принадлежит местной пенсионерке. Три года назад она перевела так называемой псевдоцелительнице, которая работала на сомнительном частном телеканале. Только вдумайтесь, больше миллиона рублей. Вернуть свои деньги пожилой женщине так и не удалось. Олег Котанзейский, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова